привет всем сейчас я вам хочу показать аромат который я купила в магазине тего то вот так вот называется магазин это у меня рекламка за месяц январь 2016 года и вам показываю вот такую вот страничку этой рекламки что здесь указано если вы делаете покупку не меньше чем на 50 евро то вам дают купон вот такой вот купон вот так вот выглядит на 10 евро то есть вы этот купон можете использовать на следующую покупку но этот купон действительный до 31 января 2016 года до конца этого месяца вот здесь указано дальше здесь у меня есть вот такие вот купоны которые надо вырезать минус 20 процентов скидки это у нас на разные идеи то есть можно применять вот эту скидочку например как я сделала на вот такие щетки зубные орал би и здесь минус 30 процентов скидки это на ароматы на ароматы и на мейкап и здесь на разные средства для хозяек детерсивы там порошки моющие средства и так далее в общем дальше идем в этом магазине я купила аромат который очень долго хотела этот аромат от марки gucci eau de parfum 2 я на этот аромат смотрела целый год год назад я на него смотрела и все думала покупать не покупать но если мы увидим реальную цену вот она 63 евро 30 чинтезимов 50 миллилитров здесь тяжелый флакон очень тяжелый потому что чувствуется и я думала покупать не покупать тестера не было были там еще маленькие флакончики в объеме 30 миллилитров но я хотела большой флакон потому что он очень красивый так как я посмотрела в других блогеров видео и мне очень сильно захотелось иметь и я все думала буду ждать буду ждать когда будет какая-то выгодная скидка в этом магазине я его обязательно куплю то что я и сделала то есть я этот аромат купила со скидкой принципе мне надо было сделать покупочку на 50 евро в общем я вот эту покупочку сделала на 50 евро дали мне этот купон на 10 евро то есть я вот купила вот эту щетку и вот этот аромат вот мой чек и вы смотрите там вот как все не скинули так вот получается все что хочу сказать я могу себя контролировать я умею себя контролировать даже если я очень сильно хочу какой-то аромат я умею держать себя в руках почему я это говорю потому что я прочитала много разных разных комментариев под моим видео когда я показала спонтанное видео моя коллекция почти вся в общем у людей наверное разное представление обо мне или какой то я шизофреник или вообще уже потерянный человек или больной человек или там уже болезнь неизлечимая нет девочки я полностью нормальный человек я адекватный человек я умею контролировать семейный бюджет я умею контролировать мои хотелки даже если очень сильно хочу какой-то аромат и я знаю что этот аромат могу купить со скидкой и заплатить всего лишь 44 евро а не 6330 я умею ждать я умею терпеть я умею проконтролировать мои мои эмоции и все равно я буду иметь этот аромат но я никогда не заплачу полностью вот такую вот сумму за аромат честно открыто вам говорю я реально заплатила 44 44 евро здесь написано за этот аромат так что посчитайте разницу то есть разница есть разница есть так что да конечно все равно надо заплатить что-то за аромат чтобы его иметь но я вот так покупаю ароматы я я прежде всего ищу выгодные цены если нет выгодных цен на тот момент когда я очень сильно загорелась этим ароматом я подожду я подберу момент я его куплю да конечно иногда бывает страх страх а вдруг купят а вдруг заберут особенно когда последний флакон я видела только один единственный вот этот аромат в этом магазине стояла одна упаковка я так переживала но я сама себе говорила если он должен быть моим он будет моим если уж конечно не суждено чтобы этот аромат был у меня ничего страшного у меня есть магазин другой где я видела аромат в объеме 75 миллилитров но только единственное что мне не понравилось он был уже распечатан без слюды но у меня была подстраховка если не в этом то в другом и в этом другом магазине тоже делают скидки то есть я умею страховаться если уж сильно сильно хочу этот аромат и получается так что я вот этот аромат купила я так вздохнула думаю боже мой этот аромат ждал меня целый год а я такая вся летящая на крылах несу этот аромат потом через несколько дней опять иду в магазин тягута смотрю а там опять стоит вот такой вот аромат в объеме 50 миллилитров вот такая вот здоровая упаковка я подумал неужели у них несколько ароматов то есть это был значит не последний флакон и последняя упаковка я так понимаю что эти ароматы продаются они не сняты с производства поэтому они есть продажи может быть не запокупают магазины другие магазины потому что они как бы уже не новинка уж далеко не новинка этот аромат когда этот аромат выпущен этот аромат выпущен в 2004 году считается уже старичком поэтому наверное магазины парфюмерные закупают в первую очередь новинки для того чтобы были продажи вот так вот давайте мы сейчас эту слюду снимем и посмотрим на сам флакончик потому что я уж сильно хочу посмотреть на этот очаровательный огромный тяжелый флакон и будем распечатывать аккуратно как всегда слюда свежая я не знаю это наверное новоделы не новоделы я не в курсе будем сейчас спробовать то что есть если вам интересно смотреть смотреть мои видео когда я распечатываю упаковки показываю вам флаконы как все запечатано как все выглядит то смотрите если не интересно то вы мне пишите если такие видео не нужны то я конечно же этого делать больше не буду я это делаю для вас конечно тяжелый 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 вот как выглядит все смотрите внимательно со всех сторон упаковку вот так а теперь мы ставим ее сюда открываться должен вот так вот так вот так вот так и вот смотрите из упаковки исходит очень приятно фруктово сладкий аромат приятный мне уже это нравится и вот так вот выглядит сам флакончик в объеме 50 миллилитров но так как я видела в другом магазине флакончик 75 миллилитров он намного красивее чем больше тем красивее но это тоже шикарный вау какая красота стеклянный это стекло может быть здесь есть какая-то вставка пластмасса и вот это вот но вот это вот стекло чувствуется что это стекло и это тоже стекло нежный сиреневый цвет вау давайте его нанесем раз уж я его распечатала давайте его нанесем на мою руку как всегда запомните если аромат новый если аромат оригинал если аромат не использовали перед тем как вам продать и сказать что он новый оригинальный и не был никогда нанесен то должна быть всегда воздушная заглушка что это значит а значит это то что при первом нанесении смотрим нажала ничего не вышло при втором нанесении нажала ничего не вышло третье уже пошел легкий пшик еще раз 4 вот все это значит что аромат имел воздушную заглушку о том говорит что он не был в использовании какая тяжелая крышка боже мой о красивый какой что слышу ну слышу фрукты сладость в первую очередь очень насыщенный аромат если здесь химические фрукты ну сейчас я бы сказала да но начинает так уже понемножку раскрываться слышу кедр фиалка еще что я услышала но однозначно что он будет средней стойкости я так думаю но это мое первое впечатление так что вы не базируйтесь на этом моем первом отзыве я сделаю обязательно видео ну наверное надо ждать долго пока он раскроется чтобы что-то услышать вот я слышу лист смородины ежевику такой насыщенный очень насыщенный такой тяжелый тяжелый аромат ну это только первое впечатление дальше надо его разнашивать и будем тогда говорить будем разговаривать на этом я мое видео буду заканчивать большое вам спасибо за то что посмотрели до скорой встречи с вами была татьяна я всех целую пока пока я Так.